Все мы знаем, что в СССР люди жили не так, как живем мы сейчас. Потому и праздники они отмечали несколько иначе. Хотя многие традиции сохранились еще с тех времен, сегодня мы расскажем о том, как граждане Советского Союза отмечали самый долгожданный и любимый всеми праздник – Новый год. Поехали! Подготовка Украшение улиц гирляндами начиналось в последнюю предпраздничную декаду. Едва ли не вместе с открытием елочных базаров, вызывавших у детворы бурю восторга. И хотя у каждого дома был солидный запас елочных игрушек, тем не менее все мечтали принести с базара хоть какую-нибудь новинку. Но тотальный дефицит приучил советских людей, что покупать необходимое нужно не накануне праздника, а когда подвернется случай, лучше пусть полежит. В те времена вообще подготовка Нового года в традиционном виде была практически геройством. Чтобы достать основные ингредиенты, например, салат и оливье, нужно было сильно постараться. В свободной продаже не было майонеза, зеленого горошка, колбасы. Запасаться начинали с октября. С большим трудом доставали и основной напиток праздника – советское шампанское. Было еще волшебное взрослое слово «заказ». Оно обозначало набор продуктов, которые продавали сотрудникам по месту работы к празднику. Там, наряду с теми вещами, которые в магазинах всегда лежали и спросом не пользовались, появлялись настоящие деликатесы – черная или красная икра, финский сервелат, крабы. Магия 31-го. Задачей каждого ребенка перед Новым годом было уговорить родителей поставить елку как можно раньше. Если елка у тебя в доме появлялась раньше, чем у приятеля в доме напротив, можно было несколько дней ходить чувством собственного превосходства, ловя на себе завистливые взгляды сверстников. Никаких длинных новогодних каникул не было. Выходным днем считалось лишь 1 января. День 31 декабря официально считался рабочим. Главная же родительская забота 31 декабря – куда деть детей, чтобы они не мешали подготовке. Нас отправляли гулять, но как раз в этот день гулять не хотелось. Все вокруг говорило о приближении чего-то сказочного, таинственного, волшебного. Новогодний телевизор. В итоге ребенок привычно отправлялся к телевизору, где его ждали мультики про Новый год. Однако мультики шли максимум 15-20 минут, ибо две программы ТВ, существовавшие в СССР, не могли весь праздничный день работать только для детей. Но не беда, ведь 31 декабря интересно было все, будь это новогодний выпуск в мире животных или международные панорамы. В новогодней программе «Время» ведущие не забывали напомнить, что на Дальнем Востоке Новый год уже наступил, и жители встретили его новыми трудовыми успехами. А после программы «Время» показывали ее, иронию судьбы. «Какая гадость! Какая гадость! Это уж и взрывная рыба!» Держаться до последнего. К 23.00 к столу в гостиной начинали стягиваться гости и подноситься блюда. На столе появлялись шампанское и мандарины. Кстати, мы совсем забыли рассказать про мандарины. Нынешняя их всесезонная доступность – настоящее кощунство. В Советском Союзе мандарины царственно вступали в город за неделю до Нового года, пленяя всех своим ароматом и заставляя себе поклоняться. Эх, ладно, продолжаем. В 11 вечера взрослые и примкнувшие к ним дети впервые садились за стол. Это называлось «проводить старый год». Главное искусство взрослых заключалось в том, чтобы до 12 ночи не оказаться лицом в салате. Главное искусство детей – не уснуть до Нового года. И вот, наконец, наступала эта волшебная минута. После поздравительных слов диктора с циферблата курантов на экране появлялись цифры, обозначавшие Новый год. Веселье набирало обороты. А вот ребенок начинал отчаянно бороться со сном, поскольку хотелось продержаться как можно дольше. Ведь телевизор в эту ночь работал почти до утра. Невиданное дело в Советском Союзе. Народное гулянье. Но сон брал свое. И утром ты обнаруживал себя в кровати, досадуя, что и на этот раз не поймал с поличным Деда Мороза, протащившего таки украдкой подарок под елку. Пока взрослые отсыпались, у детей 1 января было два выбора. Либо смотреть по телевизору сказки и мультики, которых было много. Работать для взрослых утром 1 января сотрудники Советского ТВ не видели смысла. Либо отправляться на улицу, где восторженные дети обменивались впечатлениями о том, кто сколько продержался и кому что подарили. К вечеру похмеленные и умиротворенные родители тоже устремлялись на улицу. И начиналось то, что на официальном языке именовалось «народными гуляниями». Впавшие в детство папа и мамы рвались кататься с горок, отбирая санки и ледянки у малышни, а дети смотрели на это визжат восторга. Праздник постепенно стихал, поскольку 2 числа взрослые отправлялись строить счастливое социалистическое будущее. Но в душе оставалось что-то очень радостное и светлое. А еще надежда. Надежда на то, что 364 дня спустя снова наступит Новый год. И на этот раз все будет еще лучше, чем прежде. Дорогие друзья, хотели бы поздравить вас с наступающим Новым годом и от всего сердца пожелать, чтобы хорошее настроение никогда не покидало вас. Подписывайтесь на наш канал, и в новом году мы постараемся порадовать вас еще большим количеством интересных видео. Моя мастерская, твое настроение.